14 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2843, тема «Проповедь благовестия». «Могу ли я, не зная достаточно хорошо священное писание, идти свидетельствовать о своей любви к Богу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что знала самарянка до встречи со Христом? Но вот она уже привела своим свидетельством весь город Сихарь. И многие самаряне из города Таву уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Ивангелие от Луки, 8 глава, 38-39 стихи. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Что известно, о том и говорите, познавая дальше необходимое. Деяние, 18 глава, 24-26 стихи. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Не сразу по частям творился мир. Молекулы и атомы с нейтрино слепились, сблизились, не уменьшая ширь, где млечный путь, как молоко из кринки. По малу, по рублю наш капитал, семья, содружество и хрупкие державы разламывались, когда час настал, за них сражались, а нам-то их не жалко. Все в прошлом, все в истории слепой, кричащей, что все временно и тленно. К прошедшему бредем, наводопой, набраться опыта, и то не лень нам. Бог постоянен, неизменен, вечен, таким Он был всегда, такой и ныне. Мы памятью о Нем непостоянство лечим, когда тоска об умерших нахлынет. Слагалась Библия лет 1600. То фолиантом толстым, то листочком, библиотеку ездра умница несет, и Иоанн, аминь, поставил точку. Дороже неба, видимой земли, всего лишь буковка и черточка в Писании. Их сохраняли в церкви, как могли, пытались выправить горбатыми носами. Но неподвластно времени и подлым еретикам, сектантам и монахам, взирает сукаризной с книжных полок на все, что ценим, почитаем прахом. Мы узнаем о том, что нам полезно, вникая в строки Духа Всесвятого. Ржавеет золото и точится железо, но Библия хранима вечным Богом. Заучивайте строчки, радуйтесь в стихах, благословение глав запомнить попытайтесь. Кричат о Библии утопшие в грехах, с ума сойдешь. То демонские басни. Игнатий Лапкин. 31 октября 2001 года.